Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги пророка Даниила. Читаю ее для портала экзегет в переводе, который называется «Современный русский перевод» или «Заокский перевод Библии». И мы снова возвращаемся к царствованию Валтасара. Вот шестая глава была уже о царствовании Дарии, персидского царя Валтасар Вавилонский. Книга не очень хронологически выдержана. Она, скорее, выдержана тематически. Вот сначала идут рассказы о том, как эти самые пророки Даниил и трое юноши, его друзей, они оказываются в Вавилонии, как они стараются сохранить верность и Богу, и о том, как, собственно говоря, империя с Богом обращается, как она пытается его приспособить к своим нуждам, как цари видят некие сны. А с седьмой главы начинается что-то похожее, но одновременно другое, что-то более значимое, где уже мы видим не только царские видения, но видение самого Даниила. Вот вторая половина книги, она, скорее, такая мистическая, созерцательная. «Шел первый год царствования Валтасара, царя Вавилонского. Когда Даниил спал на ложе своем, увидел он пророческий сон, и ему виделись видения. Он записал этот сон, отметив главное. «Видел я, Даниил, в ночном видении, как четыре небесных ветра взволновали великое море, и вышли из моря четыре огромных зверя, непохожих друг на друга». Вот дальше, конечно, пойдут видения про империю. Я напомню, что она уже была у нас не раз, колосс на глинных ногах, или великое дерево, к которому прибегают звери и птицы. И там такие хорошие образы империи. Империя — это что-то могучее, красивое, мощное. Это сны, которые посылаются царям. Цари себя любят, и им показано, какие они молодцы, эти цари, какие они чудесные. А вот здесь образы империи будут совсем другие. Империя — это что-то зверское. Вот в предыдущей главе рассказывалось о том, как Даниила бросили львам. Он, правда, выжил, но как только он выжил, то бросили тех, кто его обвинял. То есть кого-то надо львам скормить обязательно. Вот империя без этого не может. Она сама такая. Первый, кого я увидел, был подобен льву, но с орлиными крыльями. Кстати, изображение, которое встречается в, собственно говоря, дворцах Древнего Ближнего Востока. Эти вот львы или быки с крыльями, с человеческими головами. Такие существа, которые охраняют царя, такой тоже зверь имперский. Неслучайно львы и орлы — это два самых главных геральдических зверя для государств последующих времен. На моих глазах у него вырвали крылья, подняли его, поставили на ноги, словно человека, и вместо звериного был ему дан разум человечий. Вот империя, которая как-то в себя приходит и становится человеческой. Потом елся второй зверь, подобный медведю. Тело его было перекошено в пасте. В зубах своих он держал три ребра. Верено ему было — иди, ешь много мяса. То есть, вот он занимается кровопролитием. Еще одна империя. После этого я увидел еще одного зверя. На вид он был как леопард, но с четырьмя птичьими крыльями на спине и четырьмя головами. И был он облечен властью. Тоже леопард с четырьмя крыльями, еще и четырехголовый. Какие-то прям монстры. Затем увидел я в ночном видении четвертого зверя. Грозного, наводящего ужасы силы необычной. У него были огромные железные зубы. Свои жертвы он терзал и пожирал, а остатки попирал ногами. Он отличался от всех предыдущих зверей. Было у него десять рогов. Пока я глядел на эти рога, среди них вырос еще один рог маленький. Чтобы дать ему место, три прежних рога оказались с корнем вырванными. У этого рога были глаза, как у человека, и уста говорящие надменные. Какие это империи? Ой, издавна толкуют. Какие только не. Вавилонская, Персидская, империя Александра Македонского и Римская. Самое частое толкование. Что это за десять рогов? Какие-то десять правителей. Потом появляется еще один одиннадцатый. И три, соответственно, уступают ему место. А может быть, это что-то более древнее. Мы не знаем. А может быть, что-то более новое. Тоже не знаем. Это не очень важно. Важно, что это бесконечная череда могучих государств, которые вот так и звероподобные, которые внутри себя, к тому же, не очень едины. Да, там кто-то кого-то свергает, кто-то занимает чье-то место. И человек пред ними себя чувствует растерянным, слабым. Жертвой он себя чувствует. И вдруг я увидел, что поставлены были престолы, и воссел на престол древние днями. Одежда его белоснежная, и волосы белые, как лен. Престол его огненное сияние, колеса под ним пылающие пламя. Огненный поток струясь разливался, исходя от него. Тысячи тысяч служили ему. Тьмы и тьмы стояли перед ним свидетелями. Суд начался, и раскрылись книги. И вот возникает ситуация суда. Причем этот древние днями, это явно Бог, который судит, мир, который судит эти империи, которые произносят некий приговор. И оказывается, не они все решают. Внимание мое привлек шум, поднятый надменными речами рога. Я смотрел, пока не увидел, что зверь был убит, и труп его уничтожен, предан огню. А прочие звери, хоть и были лишены власти, но все же до срока оставались в живых. Вот смотрите, то есть самое надменное убивается, уничтожается, остальное остается в слабом виде. Еще в том ночном видении, я видел, с облаками небесными шел некто, словно Сын Человеческий. Сын Человеческий, то самое выражение, которое будет без конца в Новом Завете, здесь упоминается не то чтобы впервые, но впервые в значении какого-то особого существа. Очень часто к пророкам обращается Господь, Сын Человеческий, ну то есть человек, с тобой разговаривает Бог, а ты человек. А здесь, смотрите, звери, 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 какие-то могучие, невероятные, у которых там рога, крылья, все что угодно, много голов, которые там жрут друг друга, терзают. И вдруг идет Сын Человеческий, вдруг идет человек, вдруг идет какое-то другое царство, которое по-человечески себя ведет. Царство, которое мы привычно называем Царством Божьим. «Шел некто, словно Сын Человеческий, к древнему днями приблизился он, был к нему подведен. Власть, слава и царство все было дано ему, чтобы пред ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, неприходящей. Царство его нерушимо». То есть после всех этих зверюг, после всего этого хищничества, обжорства, гордости и всего остального, появляется нечто человеческое, и ему не будет конца. Что это? Кто это? Даниил не оставляет нас наедине с этим текстом и дает толкование, которое, впрочем, не сильно объясняет смысл предшествующих видений. «А я, Даниил, пребывал в глубоком смятении. Меня ужаснули видения, пришедшие перед моими глазами. Подойдя к одному из стоящих там, я спросил у него о точном значении всего, что увидел. Он ответил мне и дал видению толкования. Эти четыре огромных зверя – четыре царства, что будут на земле. Но царство перейдет к святым Всевышнего, и владеть тем царством они будут вечно, во веки веков». Святые Всевышнего, то есть Божий народ, одновременно это и царство Израиля, как народа Бога. «Затем я захотел узнать, что именно означал четвертый зверь, отличавшийся от прочих, зверь, наводивший ужас, с железными зубами, медными когтями, тот, который терзал и пожирал жертву, попирал ногами остатки». Вот самый последний, самый страшный. «Я хотел узнать о десяти рогах на его голове и о роге, который поднялся, когда три других пари, о том самом роге, что на вид был больше прочих, у которого были глаза, и чьи уста говорили надменно. Представляете, рог с глазами, да еще и с ртом говорящий». «Ведь я видел, как этот рог ввел войну со святыми и одолевал их, пока не пришел древние днями, и суд не вынес решение в пользу святых Всевышнего. И тогда настало время святым вступить в владение царством». То есть, вот эти империи, сменяя друг друга, будут все более зверскими, которые будут все больше и больше усиливать свою власть, которые будут гнать, но четвертый, в особенной степени, святой Божий народ. «И сказал мне, стоявший там, четвертый зверь – это четвертое на земле царство, непохожее на прочее. Будет оно попирать и разрушать все и поглотит всю землю. Десять рогов – это десять царей. Возвысившись, создадут они из этого царства свои, и еще один явится после них, отличающийся от прочих, низвергнет он трех царей». То есть, это огромное, мощное царство, десять царей. Вообще похоже на распад державы Александра Македонского. Ну, правда, десять многовато, хотя, может быть, претенденты имеются в виду. Но и Рим все время распадался и враждовал между собой. И вообще, в царствах мира очень частая история, когда претенденты сменяют друг друга, появляется кто-то новый, убирая предыдущих. Слова его будут враждебны Всевышнему. Он из святых Всевышнего притеснять будет и захочет изменить священные дни и закон, то есть, отменяет богослужение. Это очень похоже на то, что будет происходить во время войны израильтян-иудеев с селевкидами, с маковейских войн, как это называется в истории, когда селевкидская власть, уже эллинистические правители Ближнего Востока, захотят отменить действительно иудейскую религию, считая ее недостаточно лояльной для своего государства. И маковейские повстанцы будут с оружием в руках добиваться своей свободы соблюдать закон. Но эти истории, опять-таки, проходили довольно много раз. Святые будут отданы ему во власть, и это на одно время, два времени и половину времени. Что это такое? Наверное, год. Год, два года и полгода, то есть, три с половиной года будут они воевать очень тяжело. Но свершится суд, и он будет лишен власти, чтобы не было власти у него впредь, чтобы покончить с ней навсегда. Но они завоюют себе свободу. Да, это и будет. А верховная власть и главенство, величие всех царств под небесами, будут отданы народу святых Всевышнего, царство которого, царство вечное, которому и служить, и повиноваться в том царстве будут все. Вот, смотрите, как раз, мы увидели такую череду, проходят звери, 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 и сын человеческий. Империя, 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 и царство святых Всевышнего. Те, которые будут, с одной стороны, с Богом, а с другой стороны, явят на этой земле человечность, которые будут править не так, как правят дикие звери, рвать, терзать, убивать, но которые будут вести себя по-человечески. Если ты с Богом, ты ведешь себя по-человечески. На этом заканчивается мой рассказ. Меня, Даниила, сильно встревожили мысли мои, я побледнел и сник, но пережитым ни с кем не делился. Почему? Сохранил в тайне. Наверное, потому что какие-то вещи невозможно описать. Ведь даже когда мы читаем этот текст, мы, на самом деле, не очень хорошо понимаем, что конкретно здесь сказано. Вот эти видения, у них есть такое свойство. На уровне буквальном, они фактически не поддаются однозначной расшифровке. А вот на уровне символическом, что имеется в виду? Борьба царств между собой, приход человечности на смену зверинности. Вот это мы понимаем довольно неплохо. Но видение продолжится в следующей восьмой главе.